Доброго времени суток, с вами Мечта, ваш персональный тренер и коч. Я продолжаю серию полезных и познавательных видео. Сегодня я вам расскажу, почему после еды так хочется спать. Всю правду вам расскажу. И начнем с нейромедиаторной реакции, потому что, когда мы едим, желудок производит гастрин. Это гормон, который способствует секреции пищеварительных соков. И когда пища попадает в тонкий кишечник, а клетки в кишечнике выделяют больше гормонов, которые сигнализируют другим функциям организма, в том числе системе кровообращения. И вот когда мы перевариваем нашу еду, кровеносная система сосредотачивается на обслуживании пищеварительного тракта. Это означает, что меньшее количество крови остается остальному телу. Поэтому ощущение усталости и неповоротливости после еды – это рудимент нашей животной сущности. Охота прошла успешно, желудок полон, значит пора спать и переваривать добытые. Однако тут многое зависит от того, что именно вы ели. Палеонавтика. Ощущение усталости и неповоротливости после еды – это рудимент нашей животной сущности, как я уже говорила. Но на протяжении многих лет исследователи исследовали связь между едой и сонливостью, но немного с другой точки зрения. Знание о сне – это фундаментально важно при борьбе с такими заболеваниями, как диабет и атеросклероз. И опыты с дисбалансом питательных веществ показывали однозначные результаты. Сонливость вызывает прежде всего жиры и углеводы. И это ставит другой вопрос, почему так происходит. Поговорим о правильных продуктах. А если есть вообще такие продукты, которые могут насыщать без эффекта торможения? Есть это продукты, богатые триптофаном. Это мясо индейки, творог, тофу и бананы. Эти продукты чудесно усваиваются, в то же время не вызывают бурного притока инсулина. Таким образом, нейромедиаторная связь не запускается. И потребление еды с высоким содержанием белка может иметь стимулирующий эффект, в отличие от быстрых углеводов и жиров.